Всем привет! Это четвертый подкаст Global Carpens. У нас сегодня Федор. Привет! И по ходу подкаста к нам присоединится гость Джейкоб. Да, это Джейкоб Уэйр, который работает на нескольких блогах, на нескольких сайтах. Среди них Bleacher Report и DG Pro Sports Report. Он наполовину швед, и он ответит на несколько наших вопросов в этом подкасте. С момента последнего подкаста у нас были сыграно три игры. С Флоридой, с Филадельфией и с Детройтом. Быстренько поговорим о них. Вашингтон против Флориды Пандерс. Ну, эта игра, конечно, в первую очередь запомнилась как первый шатаут Вакоуна в составе Вашингтона. Естественно, нам. Но, так сказать, в глобальных величинах там была гораздо более важная дата. Это был первый старт шведского вратаря Якоба Маркстрима, который считается одним из лучших молодых вратарей в мире. Первый его старт за Пэнтерс. Я помню, как Маркстрим еще в прошлом сезоне играл за Фарм. В Флориде очень часто противостоял Брейдену Холби, который играл тогда за Херши. И это были довольно-таки интересные матчи, поскольку это два вратаря, которые могут в ближайшем будущем оказаться в НХЛ-овском топе. Что касается самой игры, то победа была одержана на классе абсолютно. Гол Маркуса Юхансона в большинстве в самом начале первого периода дал Кэпитолс преимущество, но оно не казалось таким уж незыблемым, поскольку мы все помнили о том, что происходило в одной из предыдущих игр с Аттавой, когда преимущество Вашингтона, которое было в первом периоде, так внезапно растаяло, и игра была очень нервной и напряженной до самого конца. В третьем периоде же Вашингтон дожал соперника благодаря личному броску Александра Семина, не оставившего никакого, ни единого шанса якобы Маркстриму, и потом уже Джейсон Чемейра с передачи Александра Семина и Брукса Лайка в пустые ворота забил третий гол и тем самым поставил точку в этой игре. Стоит отметить гол и голевую передачу Александра Семина и четвертый гол Джейсона Чемейра, который до сих пор является одним из лучших бомбардиров в команде, если не лучшим. Игра Вашингтон против Филадельфии Аффлайерс. Здесь у нас на каком классе мы их выиграли? Игра в Семина Дельфии была выиграна на классе одного человека, Томаша Вакона, который просто протащил команду, когда надо было. Потому что к тому моменту, когда Вашингтон сравнял счет в первом периоде после гола Клода Жеруда, Вашингтон мог бы быть уже и 2, и 3 гола позади. Но Матео Перо, так сказать, помог своему вратарю, который так усердно пропаскивал команду, Матео Перо забил очень нужный гол, хотя не совсем красивый, в этой игре я вообще не помню красивый гол. И там поучаствовал, в кавычках, Скотт Хартнелл, который вначале потерял шайбу, а потом очень грубо атаковал голову первого, уже после того, как тот нанес бросок. Через минуту с хвостиком, Авичкин забил свой второй гол в сезоне с передачей Бекстрима и Браура. И это был очень важный гол, поскольку за 12 секунд до конца первого периода Вашингтон вышел вперед, приобрел такое очень-очень нужное психологическое преимущество. Второй период был не очень-то богат на события, хотя, в общем-то, у Филадельфий моментов это было побольше. В периоде же третьем Вашингтон просто по-хорошему прорвало. Нельзя, конечно, не заметить ошибки Брызгалова, который не всегда хорошо реагировал на отскоки. Первый гол был забит прямым броском с очень дальней дистанцией Романа Хаммерлика. Счет стал 3-1. Потом забил Овечкин свою вторую шайбу в матче. Причем это шайба, это привет Максу Толго, который, будучи профессиональным врагом, можно сказать, Овечкина, не только шайба была забита из-под него, так она еще была забита при непосредственной части его клюшки. Счет стал 4-1. Кстати говоря, об Овечкине и Толбо, Овечкин заработал удаление, очень спорное, кстати, удаление, за атаку игрока, не владеющего шайбы совершенно сокрушительным силовым приемом на Толбо. Но Вашингтон не стал останавливаться на достигнутом на счете 4-1. И пока, собственно говоря, все шло неплохо, продолжал атаковать. Джоэль Уорд отправил до Невросока Шульца и сделал счет 5-1, тем самым практически сняв вопрос победителя в этой игре. Гол престижа, если второй его можно так назвать, назабил Шон Кутьфрие за 15 секунд до конца. Конечно, меня очень расстроило, что это подпортило статистические показатели Тома Шувакуну, который очень достойно выглядел в этом матче, практически не упуская ни одного подбора, очень надежно забирая шайбу. Или если он ее и отбивал, то он ее отбивал либо в угол, либо себе в ловушку. Он не отпускал ее далеко от себя. 5-2 победа Вашингтона. И самая эпическая игра, которая у нас прошла не так давно, это Вашингтон против Детройт Ред Винкс. Получалось, что тот, кто выигрывает эту игру, остается на страйке по началу сезона. Выиграл Вашингтон. И это была вторая игра в истории НХЛ, когда встречались две команды, которые провели уже 5 или более игр в сезоне, выиграли все и встречались друг с другом. И Вашингтон не оставил ни одного шанса краснокрылым, одержав убедительнейшую победу 7-1 и испортив 1500-ю игру Николаса Литстрима. Если честно, у меня были очень серьезные опасения по поводу этой игры, потому что игроки, болельщики Детройта, выглядели очень сильно настроенными подарить своему капитану и своему лидеру, своему одному из величайших игроков в полной истории победу в его 1500-й игре. И если уж не поражение я ожидал Вашингтона, то уж как минимум очень плотные игры до самого конца. Может быть даже с овертаймом, бунтами. Но до этого не дошло. Нашло счастье. Да. Вначале забил Майк Грин, очень красивый бросок в большинстве, и уже через минуту и одну секунду Маркус Йоханссон с передачи Семина и Кнувла. Кнувл отлично просто сыграл в форчеке, обороны в чужой зоне. Это был высший пилотаж, и Йоханссон не оставил ни одного шанса Конклину, который, кстати, сказал, что разница между командами была в воротах. Ну, я позволю себе не согласиться, потому что когда разница только в воротах, 1-7 не проигрывает. Потому что первое число, если разница только в воротах, должно быть побольше, чем 1. Ты со мной согласишься. А что значит фраза в воротах? Ну, он сказал, что просто разницу между командами составила разница между вратарями. Вако он был лучше, чем я, и, собственно, поэтому... А, вот он смысл. Майк Гримм потом, благодаря великолепной передаче Александра Овечкина, и угадайте, кто отдал вторую результативную передачу? Правильно, Деннис Уайден, который провел свою серию до 7 игр и сравнялся со своим персональным рекордом с набранными очками. Но игра, которая, казалось бы, шла так хорошо, вдруг попала под очень большое сомнение. Докторит получал большинство за большинством. Игроки Вашингтона удалились один за другим. И Николас Кронвелл совершенно потрясающим по силе броском. Кстати, не сказать, чтобы уж такой он был точный, потому что он был на довольно удобный для вратаря высоте, но потрясающий силы бросок реализовал преимущество в два игрока, сделав счет 1-3. Это была, по сути, середина игры. Перелом же наступил через несколько минут после этого. Игроки Детройта продолжали получать шансы в большинстве, получили еще один шанс 5 на 3, не реализовали его, что стало, по сути, ключевым моментом в игре. И за 8 секунд до конца второго периода Массио Перро задел гол, который можно абсолютно точно назвать приветом Тео Конклену шайбы после не самого опасного. Хорошего, но там Конклена никто не закрывал. Не самого опасного броска. Это Хендрикса прошла у Конклена между ног, и Перро оказался первым, и протолкнул ее в сетку, и, сделав счет 1-4, получился такой дар для Детройта, от которого они оправиться уже не смогли. И в третьем периоде вашингтонцы сделали все, чтобы ни у кого даже и мыслей не было о том, что игру еще можно спасти. И Джоэль Уорг, Матье Перро и Николас Бекстрим полностью, можно сказать, разбили оборону Детройта, нанесли еще несколько таких смертельных ран, и все закончилось полнейшим разгромом 7-1. И, кстати, этот разгром пришел, несмотря на то, что по броскам-то у Детройта было преимущество 33-25. Привет, Джейк. Привет. Привет. Джейк, кто, в твоей опинии, это лучший игрок или игрок из первых игроков? Сейчас, через первые два игры этого сезона, я должен сказать Томас Вокун. Он был абсолютно брилиант. Он действительно упоминал этот игрок. И, когда мы получили хорошие голодные, но не всегда фантастические, и когда мы получили один игрок, который, recently, one of the best players in the league, I think it's really a step up. And if he can keep playing, it's going to give us a real chance moving forward to hopefully go a long way in the playoffs and maybe, hopefully, win the Stanley Cup. I'm agree because he saves when it's needed the most. Difference between the good голод-ending and the great голод-ending. The great голод-ender saves when it's needed the most when the team needs that one stop, one or two. the game and he does it. He did it last night against Detroit when we had 3-5 in the second period. Second question, Jake. In Russia, match-up between the Caps and the Wings is the number one match-up in the NHL because that's two most popular clubs around. How is it in Sweden? because both of these teams have very good Swedish players. Well, obviously, Detroit Red Wings in Sweden is by far the most popular team because, you know, for a while now, they've had so many Swedes with Nick Setteberg and Niklas Ysterm's obviously been there for a while and even a few years ago they had Mikael Somersson and Andreas Liga and even now they've got so many new Swedes and they're always coming in, so by far that's the most popular team. But in the past few years with the Caps getting guys like Niklas Beckstrom and Markus Ywansson and obviously Matthias Gergen we hope to see sometime soon, the team is getting so much more popular and I guess probably with the exception of Ottawa Senators the Caps are probably the third most popular team. So when Detroit Red Wings and Washington Capitals play each other it's really a really big deal in Sweden watching. But what about Vancouver Canucks because this team has teams it had from Ywansson before last night before the trade with the Panthers is it one of the most popular teams in Sweden? Yeah, that's a popular team as well and I don't know if you remember a few years ago do you remember Markus Naaslund he used to be there and then traded to New York Rangers but when he was there that was definitely one of the most popular teams because he is a Swedish legend and the same is for Colorado Avalanche when Peter Forsberg was there and he still is there so I'd probably say the five most popular teams definitely Red Wings Senators Capitals Canucks and Avalanche so anytime two of those five teams play each other is really a popular match in Sweden and by the way talking about the Canucks it's almost the same with Russia because Pavel Buray played for the Canucks for a long while and there are still a lot of Canucks fans so right now I'd say the top three is Capitals Red Wings and the Penguins and other teams such as Canadian teams and Philly and the Rangers they are in the top ten let's say okay third question is regarding the western trip ahead for the Capitals do you think that results will be just as good as they were playing the western conference rivals I hope so obviously we play Edmonton on Thursday and that is a game we definitely should win especially the way we're playing now they've been good through the first three games of the season but the thing about their team is they've had so many good draft picks and they're really young but they're not good right now they'll be good in five years in five years they'll probably be the best team in the league but we should be able to beat them Vancouver will be more of a difficult game I think they're obviously really good President's Trophy win last year and I think maybe more so than the Detroit game that game is going to be a really big test for us and to see where we are in comparison to some of these other teams they haven't had a great start but it is Vancouver and they've got some of the best players in the league and you always hope that the way we're playing we should be able to beat Stanley Cup playoffs last year when they had an amazing long run but they fell just short to the Boston and failed to win the cup so their start was not as good but still almost one week it's a very big time for them to get trolling and to get to the much better shape than they are now because I saw their game against the Wild last night and they were so-so they're not at their best especially the Sedins and I think that they made a trade last night with the Florida Panthers where they they went and they got David Booth who's a good top six forward and I think that was a message from their general manager saying we're not playing good enough right now and I will trade away plays because one of those players that was traded was Marco Sturm who was with the Caps last year and the other one was Samuelson obviously who we were talking about a few minutes ago and I think that was definitely a message sender he knows they haven't been good enough and he wants to see them succeed so it was interesting to see him pull that trade out and often between such shake-up such as pretty big trade involving many players or after the coach is fired team gets fired up it has more to prove and that's why I think the Canucks will be more dangerous than they are now and talking about the Oilers game do you think the Caps should start Michal Neuwert there I think he needs to play more because I think one of the things with signing Vokun was obviously so he can mentor so he can mentor Novi and I think if he's not playing at all then it's going to be lost cause but he's injured right now I think he should be back this week it wouldn't be surprising to see him at least backing up on the bench because he hasn't even been backing up they've been calling up Danny Sabrin from the Hershey Bears to back up Tomas Vokun but I think Vokun should start against the Canucks we'll see what happens against Edmonton but hopefully Novi will be back soon and regarding the goalie situation just a few minutes ago maybe 20 minutes ago or so I've read a tweet from Joe Zakrzewski who is a media guy for the SC Stingrays and he said that Philip Grubauer is back there that probably means that on the western trip caps won't need Danny Sabrin or Braden Hull and Novi will be good enough to back up at least and fourth question is regarding the prospects the capitals have many different prospects and many different leagues and if somebody doesn't know me and Jake we do a project called caps prospects on twitter twitter.com slash caps prospect when we put all the news regarding caps prospects on a daily basis after every single game of them in their leagues outside the capital system and who impressed you the most among NCAA prospects you're writing about right now one player who's doing really well is Caleb Herbert at the University of Minnesota Duluth he's on a four game point streak he's centering their third line it's one of the best university hockey schools in the country and he's become a really key player for them as a freshman I hope to see more of him coming up but I actually had some bad news today as one of our best prospects 2009 fourth round pick Patrick Way has got an injury in his foot he got his tendon severed by skates he's going to be out for the next eight weeks that's one of the caps top prospects he had a really good start to the season not points wise but he's a defensive defenseman a guy we should be looking out for in the future he's going to be missing for the next eight weeks but Caleb Herbert's been doing really well that's probably the one guy that's had a good start other than Way the other guys are kind of slow to start out but it's very early on so we'll see talking talking about injuries we also have an injury to Stan Galliaf top caps prospects in the Canadian Hockey League and the Quebec League for the San Jocs and he also is going to miss few more weeks maybe four or three more weeks and that's of course very concerning caps prospects have injury in such an early stage in this season because I covered caps prospects last year none of those top prospects such as Way Galliaf and others got injuries maybe exception is Evgeny Kuznetsov playing in Russia who had a surgery in the season and that's of course concerning and my last question because I was asked by many people to ask it how what is the right pronunciation for the surnames of Swedish capitals right so Niklas Beckström would be how you pronounce our number 19 first line center his last name actually means stream stream as in as in river river but yeah it's Beckström and our second Swedish center Markus Johansson you'd pronounce it Markus Johansson his last name obviously means Johansson as in Johan Franz in the Detroit player so yeah because I will pronounce it as Johansson or when I speak English I usually pronounce it as Johansson I'm used to do so after listening too much to American commentators but I was corrected a lot a lot by almost every single fan the time to pronounce it as Johansson yeah Johansson and that was a very very tough question for me because we had discussions for a while and after discussions about Brooks like were put to bed we had a new reason to discuss pronunciation I hope that the next big capitals player will have an easy surname my green is okay my green is okay Franz Sjogren what's pronunciation of Matthias Sjogren Matthias Sjogren as in you are Sjogren his last name means lake branch as in lake and then a branch of a tree so Matthias Sjogren exactly yeah thank you Jake for joining us I hope we'll have you again here soon thank you bye 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 who is the best player week 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 Tom I agree I agree I agree and I agree and I agree and Jacob also Jacob also I agree and I agree week week it's even more obvious I agree I agree Прорыв недели Мэтью Перро, большинство об этом говорят, думают, говорят и пишут. И на нашем форуме тоже Мэтью Перро отлично вписался в четвертое звено Вашингтона рядом с Джеффом Хелперном и Мэттом Хендриксом. В прошлом подкасте Перро заслужил несколько недобрых слов, но то изменение, которое произошло в его игре за прошедшую неделю, просто феноменально. Он стал гораздо более ответственным как в своей звене, так и в нападении. И четвертое звено Перро Хелперн и Хендрикс проводят очень много времени в нападении, создавая по 3-4 верных голевых шанса за игру. В прошлом матче Мэтью забил 2 гола, до этого Сэллот Эльфим забил еще один. Итого 3 за неделю для игрока четвертого звена. Это отличный показатель. Стоит отметить, что иметь такое хорошее четвертое звено, как сейчас Вашингтон имеет, это очень большой плюс, потому что это рушит все планы тренера соперников, который может выпустить под четвертое звено, допустим, второе забивное звено, которое будет пробовать больше заниматься созиданием, а не разрушением. И тут оно попадет под таких быстрых, результативных и техничных ребят, которые в четвертом звене согласились редкость в НХЛ. Да, то есть у нас получается четвертое звено получилось довольно скоростное и неожиданно. То есть если для многих, может быть, в четвертое звенье отправляют игроков чекеров, которые готовы убивать время, чтобы основные отдыхали, то в нашем случае получается, если у нас этим занимается отчасти третье звено, которое также забивает и забивает, то четвертое звено на своих скоростях, в принципе, могут повозить любую четвертое звено той или иной другой команды. Всем спасибо, встретимся на следующем подкасте. Пишите, звоните. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok